судя по ситуации на наших рынках биржа таскать немножко там спустилась опустилась в эти дни доллар подрос евро тоже немножко подрос но все как бы не критично все в пределах там разумного то есть строго говоря российская экономика особенно на эту греческую ситуацию пока не реагирует не реагирует только за исключением некоторые категории инвесторов которые безусловно уже потирают руки они хотят приобретать подешевевшие недвижимость греции но вот такие частный момент но с то же время мне кажется что греция для россии она важно конечно это православная страна и в этом смысле ничего удивительного что сирия тоже православные один из православных таких плацдармов на ближнем востоке тут конечно очень большие духовные глубины и горизонты которые мы сегодня не будем затрагивать но то что греция это афон то что судьба россии во многом как считали святые отцы православия повторяет судьбу афона скажем перед революции 17 года было известно афонское восстание на фоне когда 3 нас лаптер так называемая да да и в этом смысле конечно нас не может эта вся ситуация не тревожить она как-то или так или иначе аукнется конечно нам а с другой стороны конечно само состояние российской экономики таково что любые внешние потрясения на внешних рынках любого масштаба по сути дела не так или иначе на нас оказывается потому что мы слишком сырьевая экономика слишком со слишком большой зависимостью от внешних факторов которые в свою очередь не зависит от наших этот задают вопрос по поводу того какая связь между греческими событиями и падением цен на черный золото я говорю мне кажется это совпадение прямой связи нету и поэтому говорит что вот через грецию значит произошло приседание российской экономики мне кажется это некая натяжка но я готов обсуждать другой вариант что если все-таки этот детонатор сработает и единая европа развалится как карточный домик вы затронули этот вопрос вот этот вот принцип домино то тогда безусловно это ударит по российской экономике очень даже больно потому что основная часть торгово-экономических отношений россии на сегодняшний день даже с учетом экономических санкций это все-таки отношения с европой конечно европе будет тяжелее но и на будет нелегко но с другой стороны в более долгосрочной перспективе может быть это будет и хорошо потому что когда мы имели дело с единой европой нам приходилось фактически имеет дело с монополистом понимаете единая европа это монополист в торгово-экономической сфере они выступали и пока еще выступают единым фронтом будут отдельные европейские государства нам будет легче и выгоднее договариваться по торгово-экономическим делам тем более что эти государства уже будут гораздо более сговорчивыми конечно конечно да когда не будет таких вот длинных истории связанных с поставками газа насчет мы будем с каждой поддельности страной договариваться это будет намного нам проще ну и санкции будет труднее конечно конечно я думаю что конечно в америке сейчас и тут мы уже может быть глобальному уровню открыт склоняемся в штатах сейчас в институтах управления хаосом во всех этих политических разведывательных центрах сейчас тоже оценивается ситуация потому что с одной стороны америка конечно заинтересована в том чтобы подрывать ослаблять европу отрывать ее от россии с помощью таких локальных конфликтов как на юго-востоке украины провоцировать ослабление по всем линиям европейского таскать организма можно так сказать с другой стороны они понимают что раскол европы может наоборот разрушить вот эти трансатлантические планы и проекты которые которые конечно рассчитаны на то что его америка будет иметь в лице европы с одной стороны единый субъект с другой стороны послушный субъект или скажем запуганный субъект который будет трястись и прижиматься таскать к американскому военно-политическому могуществу в надежде таскать вот уцелеть а может быть что-то еще и прихватить по дороге в плане таскать развития уровня жизни и так далее вот как сейчас оценивать эту ситуацию то есть они же тоже получается центры мировые оказались сложные учились изучали ленинскую работу лозунги соединенных штатов европы то есть сама это вот идея лозунг он родился еще в 19 веке ничего нового ничего нового и конечно там говорились красивые слова насчет там общих корней там насчет значит создание дополнительных условий для экономического прогресса и так далее так далее но всегда паспудно имелось ввиду что единая европа будет мощным противостоянием русской цивилизации всегда вот это цивилизационное противостояние она незримо присутствовала во всех проектах единой европы разве гитлер не провозглашал единую европу по своей это тоже единая европа и опять-таки в конечном счете это единая европа своим острием была нацелена против россии поэтому конечно вот развал этой единой европы он изменит соотношение сил на геополитической арене в пользу россии вышла новая американская доктрина где где россия китай рассматриваются на одном уровне с игилом как стратегические враги противники соединенных штатов то есть опять-таки из той стороны с глобального уровня тоже очевидно что россия является действительно одной из главных сейчас целей этой и объединенной европы и их главного куратора и вдохновители соединенных штатов это для нас очень серьезная проблема потому что мы должны понимать что сколько бы мы не повторяли мантры на тему западных партнеров вот мы имеем практически только двух союзников это армии флот до слова александра 3 здесь никуда нам не деться то есть жизнь нас будет я уверен что она будет с каждым часом с каждым днем она будет настолько лишний раз убеждать в правоте этих слов и вот эти все попытки так сказать как-то кого-то ублажить вот каким-то образом доказать что мы тоже мы с вами мы такие же как вы и так далее они просто будут натыкаться на все новые новые зуботычины при этом американцы же тоже вот нельзя сказать что глобально они работают в интересах европы при то что происходит на ближнем востоке очевидно это удар по европе удар по европе прямой то что происходит на украине при том что очевидно что европа готова эту тему закрыть что украины для нее слишком сейчас дорогой дорогая игрушка что они не готовы даже за грецию платить не говоря уже который с 2001 года находится в ес не говоря уже в какой-то украине у которой вообще непонятно есть они этим европейской перспективы или их нет вовсе уже некоторые страны просятся на выход великобритания они кажется вам что вот это осложнение внутри европейских противоречий обострение этих противоречий том числе в области конечно долговой финансовой приведет тому что просто об украине об этой теме европа просто раньше или позже забудет через некоторое время угаснет этот интерес к украине я думаю что годика два наверное еще украина будет как потеплится потеплится ну а потом украина превращая превратят такой пепел или так я не знаю в такую пыль и вопрос будет закрыт потому что на сегодняшний день там есть достаточно четко просматриваемые шкурные интересы там частный военный бизнес который грубо говоря каждый день зарабатывает деньги и вот естественно что они не хотят быстро заканчивать этот проект годика два там они еще протянут потому что без этого трудно объяснить почему скажем украинское оружие оказывается в ополченцев ну а с другой стороны мы же понимаем прекрасно что тоже америка тоже европа когда дает украине хоть какие-то деньги она в итоге их же обратно и получает опять те же самые кредиты закольцованы то есть покупки каких-то нелетальных или летальных вооружений а всякого рода оборудования там какие-то консалтинговые услуги те же деньги идут на те же самые цели с другой стороны европе вот греческий фактор он мне кажется сейчас очень рельефно покажет европейскому обывателю цену содержание украины то есть сейчас уже уже невозможно будет сказать знаете вот мы там демократию поддерживаем и там там и там все но это стоит там каких-то денег те тоже украина это 45 миллионов да да что-то порядка вроде этого а греции 12 вот на греции уже силенок у европы по сути дела не хватает а здесь еще там действительно цепочка новых таскать претендентов да на греческий путь а тут украина в которую надо вбухивать там все больше и больше и деньги и вот это может сыр их сыграть такой мне кажется положительный для нас уже роль украинцы очень слабо задумывается над тем что происходит в европе как-то средства массовой информации на украине больше зациклены на внутренние дела но и внутренние дела сейчас вот сам развиваться таким образом что даже у самых таких ярых националистов поубавится желание бежать в единую европу вот так что да и я думаю вообще сейчас пошла такая мода строить высокие стены тут я сегодня узнал оказывается венгрия начала строить 4-метровую стену с сербией а я не исключаю что западные соседи украины тоже начнут строить с украины эту самую стену безусловно безусловно потому что ухудшение экономической ситуации вызовет дополнительный поток вот в европе и так уже с проблемы серьезные с иммигрантами им сейчас только этого не хватало что называется так что мы все-таки наверное констатируем что вот эти центра бежные тенденции и греческий кризис будет наверное усиливать будет подпитывать центробежные тенденции да с очень трудно предсказуемыми последствиями у меня иногда спрашивают но что может быть нам начать масштабную помощь греции гряне надо пока не надо не зная броду несусь в воду да но как-то морально политически и оказывая какую-то такую разумную приемлемую по объемам помощь это я думаю мы должны делать ну например такую косвенную помощь как там же тот же самый трубопровод да то есть вот этот наш новый турецкий поток нам который пойдет я думаю что правительство греции сейчас будет хвататься за любую возможность хоть какие-то получить дополнительные постоянные источники пополнения бюджет даже не помощь от просто я бы назвал режим наибольшего благоприятствования да это нам удобно и выгодно и одновременно и грекам удобно и выгодно конечно туристические дела здесь туристические дела после того как более-менее утрясется ситуации с валютой да мы затронули вопрос валюты с моей точки зрения почти неизбежен возврат к дракме но вот понимаете греки они такой народ отличающийся от многих других европейцев они очень такие импульсивные эмоциональные вот они сейчас проголосовали там 62 процента за фактически отказ фактически против условий международных кредиторов через некоторое время конечно часть из них по-другому себя начнет чувствовать и вполне вероятно что возникнет новая некая ситуация и новый социально-политический кризис стране но как бы там ни было возврат дракме неизбежен но они не готовы к этому некое такое греческое легкомыслие вот все эти месяцы ципра своего окружения они были поглощены переговорами но надо было готовить какие-то альтернативные запасные аэродромы запасных аэродромов нет даже просто хотя бы подготовить центральный банк греции к выпуску драхма но они к этому не готовы с моей точки зрения ну как минимум полгода надо на то чтобы набрать людей обучить эмиссионная функция центрального банк греции фактически атрофировалась и и уже надо развивать и опять-таки какая модель денежной эмиссии и даже такой смешной вопрос а на чем печатать они многие годы назад уже отправили на металлоломы стали с россией закажем напечатать не задорого наверно вот поэтому конечно это вот такой греческий подход поэтому через некоторое время части из них конечно поубавится такого энтузиазма и конечно придется им все-таки какие-то планы на ходу на бегу разрабатывать ну неизбежно если будет драхма то она конечно будет падать тут мы как-то могли бы конечно помочь как-то стабилизировать немножко эту драхму но это уже вопросы будем так говорить отношения между центральными банками двух стран понятно что конечно вектора евро интеграции для греции по-прежнему сильнее чем вектор там на россии на какие-то альтернативные собственных у них под собственного потенциала очень мало вот и он очень сильно ослаб как раз за годы пребывания фактически нужна своя индустриализация как реализации но для этого тоже нужны ресурс здесь долги они ресурс я еще раз повторю что у нас в гостях профессор валентин юрьевич катасонов председатель русского экономического общества мы были с вами в студии планеты русь мы открываем цикл такого рода встреч где мы будем затрагивать и актуальные вопросы текущие и одновременно более глубинные которые мы сегодня особо не затрагивали более глубинные аспекты современной мировой экономики которые довольно редко появляются в средствах массовой информации но которые необходимо учитывать я имею ввиду это и более глубинные духовные пласты культурный пласт и бритвы или каких-то параллелей с тем что было в прошлые времена безусловно да вы правильно говорите что многие люди сейчас просто уже не понимают что они видят некие ремейки многое из того что мы сейчас видим в мире уже было и опыт достаточно большой накоплен но мы плохо учим историю ну да так что еще раз спасибо большое у тебя лишь за эту возможность приглашаю вас еще раз побывать у нас студии надеемся что это постепенно превратится в цикл наших постоянных передач посвященных экономическим сюжетом